Добрый день! Здравствуйте! В эфире передача «Красота и здоровье». И мы ее ведущие Павел и Надежда Захарчук. Мы, как всегда, подготовили для вас самое интересное из мира здоровья и красоты. Спонсор выпуска – Богородская медицинская компания. Ребенок – это чудо, которого с нетерпением ждут будущие мамы и папы. А появиться на свет этому чуду помогает в клинике семейной медицины Богородской медицинской компании. Вакцин делается на семью. В принципе, у нас оказываются услуги всем от ребенка до бабушек, дедушек. Естественно, женское здоровье. Но больше, конечно, пациентов у нас от детишки. Наша цель – вырастить гармоничного, здорового ребенка. Специалисты клиники семейной медицины дают нам надежду. Эти люди заботятся о нашем будущем. В прямом смысле слова. У вас слезятся глаза весной? Или вы чихаете, едва завидев кошку? Или задыхаетесь в пыльном помещении? Аллергия – бич современного общества. По статистике, 20% населения планеты страдают от этого заболевания. Как и большинство проблем, аллергия закладывается еще в раннем детстве. Именно поэтому мы побеседовали с детским врачом-аллергологом клиники семейной медицины Богородской медицинской компании. Аллергия – иммунное заболевание. Организм реагирует повышенной чувствительностью на определенные факторы – аллергены. Человек болезненно воспринимает вещества, совершенно безобидные для здоровых людей. У аллергиков в ответ на факторы раздражителей организм вырабатывает гистамин – вещество, которое является причиной всех аллергических реакций. При этом аллергеном может стать буквально все, что угодно – домашняя пыль, насекомые, пыльца, растения, фрукты и овощи, медикаменты, шерсть животных, косметика, препараты бытовой химии. Почему аллергия стала так популярна в современном обществе? Ведь 200 лет назад о ней никто не слышал. Причин тому много. Ухудшение экологии, неправильное питание, отсутствие грудного вскармливания, стрессы и, главное, наследственность. Существует несколько видов аллергии. У детей очень распространена пищевая аллергия, особенно у детей первого года жизни. Атопический дерматит – самый распространенный диагноз у детей первого года жизни. Часто причиной этой болезни – искусственное вскармливание с самого рождения. Мы всем рекомендуем как можно дольше находиться на естественном вскармливании. Молоко – это тот продукт, который после жизни необходим ребенку раннего возраста, потому что там содержится не только все, что нужно ребенку, еще к самому, но там содержатся иммуноглобулины, которые помогают ребенку бороться с инфекциями. Атопический дерматит проявляется прежде всего в высыпании имена кожи. Это то, что мы раньше называли диатезом. Покраснение кожи, зуд, сухость кожи и различного рода высыпания. Среди аллергенов у детей на первом месте стоит аллергия к белку коровьего молока. Сухие смеси для прикорма ребенка в большинстве своем содержат цельное коровье молоко. Именно поэтому перевод малыша с грудного вскармливания на искусственное должен проводиться очень осторожно. Конечно, сейчас существуют гипоаллергенные смеси, но выбирать их должен врач. Самое правильное – это кормить грудью. Конечно, если ребенок находится на грудном вскармливании, маме тоже нужно подумать прежде всего о диете. Есть продукты, которые необходимо просто исключить из рациона. Это цитрусовый, это шоколад, это кофе, какао, это яйцо, это рыба. То есть мама должна сама уже находиться на гипоаллергенной диете. И не только в период грудного вскармливания, но и беременная женщина тоже должна об этом подумать, потому что уже внутриутробная возможность сенсивилизации плода. И, конечно, при первых признаках аллергии нужно сразу обращаться к врачу, а не ждать, что все пройдет само или от антигистаминных препаратов. Если ребенок аллергик, то существует масса тестов, при помощи которых мы можем определить какой-то специфический аллерген. Современные способы диагностики позволяют не проводить длительных исследований, а выявить аллерген с помощью простого анализа крови. Изучив этот анализ, результат этого анализа, врач уже принимает решение. То есть даже не то, что врач, там очень-то простой анализ. Любая мама сама даже может сориентироваться в нем. Какие продукты можно ребенку употреблять, какие можно употреблять. Изредка, то есть один за раз в неделю. А какие желательно исключить из рациона. Самое интересное, что со временем аллергены меняются. Новые раздражители могут появляться каждые полгода и с такой же периодичностью исчезать. Поэтому не нужно думать, что сдал один раз анализ и спокойно живешь. Важно постоянное наблюдение за состоянием организма. Этот анализ, конечно, нам очень помогает. Исходя из этого анализа, мы составляем правильную рациональную диету. И улучшение состояния ребенка мы знаем прям в ближайшие 3-5 дней. Атопический дерматит может появиться из-за переедания определенных продуктов. Например, съел малыш слишком много клубники, до него появилась аллергия на нее. А ведь атопический дерматит – это только начало. Аллергия – заболевание опасное. Она имеет тенденцию развиваться и может перерасти в бронхиальную астму. Мы боимся все аллергологи, пульмонологи более такого серьезного диагноза – это бронхиальную астму. Потому что патогенез этих процессов одинаковый. То, что происходит на коже ребенка, тоже, может, те же процессы иммунопатологические происходят. И на слезистый бронхов, на слезистых верхних дыхательных путей, на слезистый нос, глаз. Кстати, кашель или насморк тоже могут быть проявлением аллергии. Поэтому, если ребенок несколько месяцев страдает от простудных проявлений, которые не проходят, несмотря на лекарства, возможно, пора посетить аллерголога. Причиной кашля могут стать домашние животные и даже комнатные растения. Даже нецветущие цветы. Надо посмотреть обязательно, в чем они растут. Очень часто там в горшках полно плесени. То есть земля – это несколько даже, может быть, если еще внешний слой такой самый наружный, нормального цвета, надо посмотреть, что внутри. Мы видим очень много, вот этот кашля все, мы обязательно смотрим на разного рода плесени, много разной. И мы обследуем ребенка на плесени, потому что это тоже может быть клинически проявляться просто длительным кашлям. К счастью, медицина развивается. Если раньше аллергию вылечить полностью было невозможно, то сегодня уже удается справиться с полинозом. Сейчас есть препараты, которые нам позволяют полностью вылечить ребенка через три года лечения. И потом эти дети стоят прекрасно под березой, и у них ничего не бывает. Даже бронхиальная астма, которая пока неизлечима, сегодня уже не так страшна. Приступы удушья легко купируются, ребенок ведет полноценную жизнь. Препараты, которые сейчас доступны, да, препараты эти гормональные, пусть родители не боятся. Препараты не действуют на макроорганизм. Они работают на уровне верхних дыхательных путей, на уровне слизистых бронхов. И поэтому никаких побочных действий, которые приписывались раньше этим препаратам, мы не наблюдаем. Проявлений аллергии много, и часто она лишает нас маленьких радостей. Но главное, что она перестала мешать нормальной жизни. В борьбе с этой болезнью важно вовремя заметить симптомы и обратиться к врачу. Все это легко, можно вылечить, поддерживать. Единственное, что нужно, конечно, правильно ребенка наблюдать, правильно его лечить. Это надо все контролировать. То есть мама, родители должны все это взять под свой контроль, и тогда проблем у ребенка не будет. Клиника семейной медицины ждет вас и ваших детей по адресу. Город Ногинск, микрорайон Новое Заречье, улица Декабристов, дом 3, строение 1, 3 этаж. Телефон для справок 519-76-67. Клиника семейной медицины. Доступно, надежно, безопасно. Солнечная и жизнерадостная Испания ждет вас в любое время года. Испания – это прекрасная страна для отдыха на весенних каникулах или прекрасный вариант для майских праздников. Развлечения и достопримечательности от Мадрида и до Канар, от Дали до Гауди, от Реала до Барсе. Сегодня все об Испании вместе с турагентством Анна Тур. Жаркий нрав местных жителей, долгая сиеста в знойный полдень, томные переборы гитар и зажигательные ритмы фламенко, изысканная кухня и превосходные вина, богатая культура, интересная история – все это Испания. Удивительное сочетание ярко-голубого неба, золотых песчаных пляжей, кристально чистой воды и пьянящего воздуха делает отдых в этой стране незабываемым. Любители искусства и культуры поразит красота и богатство достопримечательностей Мадрида, Барселоны, Севильи, Гренада и других городов. Ну а для тех, кто кроме экскурсий хочет море и солнце, есть несколько курортных зон. Чаще всего наши туристы летают в Коста-Браво и Коста-Дорадо. Перелет длится 4,5 часа. Конечный пункт – Барселона. Шенгенскую визу в Испании дают на полгода, это несомненный плюс. На Средиземном море тепло с мая по октябрь. Наверное, одно из самых популярных направлений. Почему? Потому что Коста-Браво – достаточно живой городок для молодежи, он очень-очень тусовочный. В Коста-Браво есть такой райончик, называется Каленья, он считается самым чистым там. Недалеко от курортов – Барселона. Город, который обязательно нужно увидеть. Здесь знаменитый храм святого семейства, памятник Христофору Колумбу, замки, монастыри, парки, фонтаны и многое другое. Можно только Монсеррат посмотреть и уже сказать, что да, там все действительно здорово. Это очень-очень красивый монастырь находится на скале, где в час дня каждый день поет хор мальчиков. Могу сказать, действие неповторимое, нужно обязательно это услышать. Затем интересные очень экскурсии по деревням Барселоны. Они не настолько разрекламированы, но опытные гиды, они рассказывают, и там прям показывают быт реальной жизни деревень. А недалеко от Коста-Дорадо находится знаменитый парк развлечений Порт-Авентура. Это испанский Диснейленд. Если вы летите с ребенком, обязательно подарите ему путешествие по парку. Это парк аттракционов, развлечений для всех возрастов. Начиная от совсем маленьких, кто начал только ходить, заканчивая бабушками и дедушками. Даже они у нас находят там развлечения и возвращаются на этот курорт только из-за Порт-Авентура по два-по три раза. Все экскурсии одной курортной зоны невозможно объехать даже за две недели. В Испании, кстати, очень хорошие поезда, так что вы можете самостоятельно поехать в любой город. Например, доехать в Мадрид, посетить родину каталонского гения Сальвадора Дали или Барселону. Такой отдых – это идеальное сочетание моря и экскурсий. Пять любопытных фактов об Испании Местные жители, разговаривая между собой время от времени, обязательно дотрагиваются до плеча друг друга, выражая тем самым свое расположение к собеседнику. В Испании есть самая маленькая в мире церковь. Она находится в Малаге. Внутренняя площадь – 1 квадратный метр 96 сантиметров. Первые в мире уличные фонари появились в Кордове еще в X веке. Большинство студентов испанских вузов – женщины. Испания – лидер Европы по количеству мест общественного питания. Здесь более 350 тысяч кафе и ресторанов. Если вы всю жизнь мечтали о машине времени для того, чтобы увидеть рыцарский турнир, то ваша мечта исполнится в Испании. Ну а любителям танцев точно понравится фирменная испанская фламенко – страстная и томная, как сама страна. Кстати, можно и фламенко посмотреть, и рыцарский турнир – поболеть за свою команду, поесть курицу руками, попить суп из чашки без ложки. Все достаточно весело, взрослые в восторге, дети тоже. Коста-дель-Соль – еще один курорт, который находится на самом юге Испании. Рядом Португалия и Гибралтарский пролив. В Атлантическом океане вода холоднее, но это компенсируется прекрасными отелями и шикарными пляжами. Прилетите вы в аэропорт Малага. Перелет тоже 4,5 часа. Испания предлагает отдых не только на материке, но и на островах. Причем острова совершенно разные. Ибица, Майорка и Минорка находятся в Средиземном море. Это зеленые острова красивые, где нет никаких фабрик и заводов, где только широченные пляжи красивые, где ночная жизнь, где есть наоборот спокойные уголочки, где хочется только отоспаться. Причем даже экскурсионные программы очень интересно поставлены. Там красивые скалистые берега, там очень красивые пещеры. Там на Майорке, например, великолепное шоу «Сон Амар» называется, куда рекомендую сходить всем-всем, потому что на самом деле не хуже мулин-ружа французского. На Майорке находится очень интересный парк развлечений «Иллюзион», где вы попадете в мир перевернутых домов и кривых зеркал. Город Моголуф – это мир ночных приключений. Спасть здесь вы будете только днем. А есть, наоборот, поселения, где вокруг только природа и тишина. На Минорке, на острове Минорка, уровень отеля чуть выше, чем на Майорке. Если на Майорке 4 звезды, то на Минорке – это хорошие 3 звезды. Ну а изюминка Испании – это знаменитые на весь мир Канарские острова – Гран-Канария и Тенерифе. Они находятся в Атлантическом океане, и погода там круглый год, очень комфортная. Если вы не знаете, где найти лето, там оно точно есть. Правда, лететь на острова 7,5 часов. Тоже достаточно красивые парки на островах. Есть куда выйти, есть где погулять. Есть живые зоны, есть более спокойные, тихие зоны. Поэтому выбор огромный. Испания в цифрах и фактах. 280 солнечных дней в году. Именно столько выпало на счастливую долю Испании. Здесь есть минимум 4 вида отдыха. Экскурсионная программа по материковой части страны, лыжные курорты, Средиземное море для пляжного отдыха летом и Канарские острова с погодой на любой сезон. Береговая линия почти 5000 километров. Представляете, сколько места для шезлонгов. Виза нужна шенгенская. Причем в Испании часто дают мультивизу уже при первом посещении. Так что потом вы сможете поехать в любую страну Европы на выходные по горящим путевкам. Испания – один из мировых центров шоппинга. Модные бренды продаются по бросовым ценам в специальных шоп-деревнях. Испанская кухня разнообразна. На нее влияли римляне, мавры и новый свет. Оттуда она взяла картофель и сладкий перец. Очень популярны кушанье в одном горшке. Первое и второе сразу. Стоит попробовать знаменитую паэлью, гаспачо или пучера. Это окорок, нут и чесночная колбаса. При достаточном количестве свежей рыбы излюбленной закуской считается сушеная треска. Это блюдо испанцы переняли у норвежских мореплавателей. Вина в Испании хороши все. Но особенно выделяется сангрия – вино с фруктами. Она продается повсюду и стоит совсем недорого. Поэтому если вы даже идете в кафешки, в ресторанчики какие-то, то обязательно нужно попробовать именно их сангрию. Они ее делают по-своему. Да, каждый по-своему. Но даже в супермаркете без проблем можно купить любую бутылку вина. Если вы хотите сделать хороший подарок, это будет… вот оценят все. Тихий рокот моря, теплый ветер, нежные звуки гитары, поющие о чем-то грустном, шорох листвы и глоток сладкого испанского вина сделают отпуск поистине незабываемым. Попробуйте сами горячее испанское гостеприимство вместе с турагентством «Анна Тур». Изучать подводное царство Покорять вершины Следить за модой Превращаться в археолога Можно хоть к звездам полететь. Главное – выбрать правильное турагентство. «Анна Тур» ждет вас по адресу Ногинск, улица Рабочая, 14А Веб-адрес www.annadefistur.net Обувные дизайнеры всего мира трудятся, не покладая рук. Они создают настоящие шедевры, гигантские платформы, высоченные каблуки, куча мелких ремешков. Предлагая это увы к женщинам, они задумываются о чем угодно, кроме здоровья. Сегодня мы решили разобраться, что такое хорошая обувь и чем опасна плохая обувь. Для эксперимента мы отправились в магазин финской и немецкой обуви. При ходьбе основная нагрузка идет на три точки стопы – пятку, большой палец и мизинец. Надев обувь на высоком каблуке, мы сокращаем число точек опоры до двух, причем нагрузка на них возрастает. А если туфли еще и с узким мыском, вместо положенных трех у нас остается одна точка опоры. И, конечно же, стопа деформируется, а в случае с узким мыском еще и сжимается с боков. Это может привести к поперечному плоскостопию, к тому же ухудшается кровообращение. Здоровая обувь выглядит вот так, не очень броско, зато практично. Посмотрите, у большинства сапог довольно широкое голенище, устойчивый маленький каблук и широкий носок, который не стеснит пальцы и позволит им сжиматься и разжиматься. Это обязательное условие, удобные и практичные обуви. Кроме того, такая обувь – профилактика заболеваний ступни, позвоночника и суставов. Полезная для ног пара увеличивает дугу свода стопы, разгружает мышцы ног. Вес тела распределяется более равномерно, поэтому уставать в ней вы будете меньше. Ортопеды вывели формулу для вычисления оптимальной высоты каблука. Длина стопы в сантиметрах поделенная на 7. Такие каблуки помогают ступням при ходьбе и оберегают их от усталости. При размере 37-39 высота каблука 2-4 сантиметра. Кстати, совсем плоская обувь перегружает мышцы заднего отдела стопы. Это тоже очень плохо. Нужно, чтобы в обуви был хотя бы небольшой подъем, вот как здесь, посмотрите. Высокая неустойчивая платформа тоже вредна. Она увеличивает нагрузку на голеностоп. Вообще красота красотой, а ножки-то у нас одни, и других не предвидится. Поэтому выбирайте здоровье. Это не значит, что все красивые модели нужно выбросить. Просто их нельзя носить каждый день, только по праздникам. К тому же, когда привыкаешь к хорошей обуви, заставить себя надеть неудобные колодки очень сложно. Я напомню вам про технологию Рикер Антистресс. Она используется в производстве каждой пары этой марки и обеспечивает легкость, упругость и ударопрочность каждой модели. Если попробовать взвесить, то обувь Рикер весит намного меньше, чем аналогичная пара другой марки. А чем меньше вес, тем легче ноге. Легкость достигается тщательной выделкой кожи, замши или велюра. А для подошвы используются термоэластопласты. Даже после напряженного дня в обуви Рикер ноги не устанут, потому что гибкая подошва сочетается с удобной анатомически правильной колодкой и системой поглощения ударов стопы. Что еще должно быть в хорошей обуви? Жесткий задник, который фиксирует пятку, и наличие супинатора, который удерживает свод стопы. Чтобы не натирать пятку, внимательно относитесь к выбору обуви. Вы когда смотрите ботинок, меряете его, обязательно обратите внимание на пятку самого ботинка. Она должна быть жесткой и по размерам совпадать с вашей пяточкой. Также бока не должны упираться на общие колодки, иначе будет больно. Мозоли вообще очень вредны для здоровья. В течение дня старайтесь менять обувь несколько раз. Таким образом вы будете нагружать разные части стопы, что полезно для здоровья. Кроме того, никогда не носите одну пару несколько дней подряд, потому что вашей ноге приятно отдохнуть от колодки, а обуви также приятно отдохнуть от носки, от вашей ноги. И, наконец, стилистические советы. Яркую обувь могут позволить себе только обладательницы стройных ног, так как цвет притягивает взгляд. Если ноги чуть полноватые, только однотонные модели. Они стройнят. Особенно черный цвет. Обувь больших размеров не терпит крупные блестящие фурнитуры. Максимум изящные матовые украшения. Если у вас очень большой размер ноги, то вам подойдут вот такие ботинки с закругленным мысом. Закругленный мыс, он визуально уменьшает размер ноги, и вы не будете выглядеть Чарли Чаплиным. А высоким людям, напротив, нужны ботиночки с чуть удлиненным мысом. Еще я хочу обратить ваше внимание на вот такие рабочие ботинки. Они в последнее время вошли в моду. Ботинки теплые, удобные. Они прекрасно впишутся в casual стиль, но для строгого дресс-кода не подойдут. В женской обуви на пике популярности весной 2014 года туфли-лодочки. Это прекрасно. Они удобные и красивые. Также в моду входит низкий устойчивый каблук. Так что есть возможность и остаться модной, и позаботиться о своих ногах. В современном городе у наших ног непростая жизнь. Анатомическая обувь Мара Крикер и Аданекс – настоящее спасение для уставших и больных ног. Легкость, удобство и комфорт для каждого пальчика. Обувь, которая повторяет все изгибы стопы и уменьшает нагрузку на суставы и позвоночник при ходьбе. Качественные натуральные материалы обеспечат здоровье ногам и долгую жизнь изделию. Технология антистресс – то, что нужно ногам в городских условиях жизни. Магазин финской и немецкой обуви. Многие обязательно скажут вам спасибо. А в рубрике «Будьте красивы» мы продолжаем вас знакомить с новинками аппаратной косметологии. Сегодня мы расскажем, что такое ЭЛОС-технология. Эта уникальная методика позволяет решить сразу несколько проблем. В современных методах борьбы со старением наибольшего эффекта можно достичь благодаря сочетанию разных технологий. Суть ЭЛОС-омоложения – комбинирование энергии светового импульса, примерно как при фотоомоложении, и электрического тока высокой частоты, как при лазерном лифтинге. ЭЛОС-технология является следующим поколением после фотоомоложения, фотоэпиляции и следующий этап аппаратной косметологии. ЭЛОС решает несколько проблем. Борьба со старением, удаление пигментных пятен и сосудистых звездочек – купероза, а также это инновационный метод эпиляции. Сейчас мы будем убирать пигментное пятно. Вот у нас здесь небольшое пигментное пятно. Пигментное пятно состоит из клеток, которые наполнены меланином – темным пигментом. Именно эти темные клетки улавливают световую вспышку, и в них начинается процесс разрушения. Мы самое главное – процесс запустили, и пигментное пятно со временем пропадет. Для полного удаления пигментного пятна необходимо несколько процедур. Эпиляция. ЭЛОС-эпиляция – самый современный метод. Сочетание двух технологий дает превосходный эффект. Сначала кожа прогревается, затем лазер разрушает волосяную луковицу, при этом не повреждая окружающие ткани. Мы наносим контактный гель, чтобы не обжечь кожу, и чтобы пациенту, клиенту было комфортно. ЭЛОС-эпиляция на сегодня самая эффективная и безопасная система удаления волос. Процесс полностью компьютеризирован. Специалист вводит информацию о состоянии здоровья пациента, его типик кожи, цвете волос, и аппарат сам подбирает необходимую программу. При этом дискомфорта во время процедуры пациент не испытывает. Волосы иметь нужно, желательно где-то за день, за два побриться дома, да, и в течение всей процедуры, пока длится курс, то есть мы уже с волосами ничего не делаем. Мы их не бреем, мы их воском никаким не депилируем, ничего больше, кроме этого, не делаем. То есть если мы занялись аппиляцией, то все, если мы хотим, уже удаление конкретное надолго. Волосы на обработанном участке не растут около двух лет. Правда, для достижения эффекта необходимо пройти курс из шести-десяти процедур. Это связано с тем, что во время сеанса разрушаются только те волосы, которые находятся в активной фазе роста. Чтобы удалить все, нужно дождаться, пока растительность снова появится, и разрушить ее. Потом еще раз, и так до тех пор, пока волосиных луковиц не останется вовсе. Эпилируется любая зона тела. И усики, и бороду, и подмышечные пладины, и ноги, и руки. Все, что угодно, все, что человеку захочется, все проэпилируем. Противопоказания есть. Это дерматиты, это онкология, это какие-то хронические заболевания. Во время процедуры нет агрессивного воздействия на кожу. Например, после фотоэпиляции месяц нельзя загорать. Лазерная эпиляция может оставить ожоги. Метод Элос полностью безопасен. Почти сразу после процедуры можно начинать активную жизнь. Ну вот мы видим небольшую гиперемию, да, и на этом месте, так как у нас контраст есть, через месяц вполне возможно, что уже волос не будет. Омоложение. Система Элос запускает процесс обновления клеток. Появляется упругость, гладкость, восстанавливается эластичность кожи. Во время процедуры запускается собственный механизм регенерации коллагеновых и эластиновых волокон. Но глубокие морщины убрать таким образом не удастся. Поэтому необходимо заранее подумать о здоровье кожи. Оптимальный возраст для начала процедуры – 30 лет. Информация о том, где можно получить данную услугу – в рекламном блоке. Центр красоты МАДО. Парикмахерские услуги для женщин, мужчин и детей. Маникюр, педикюр, комплексные уходы за лицом и телом. У нас работает кабинет моделирования фигуры. У нас вы почувствуете себя богиней. Ждем вас по адресу. Ногинск, улица Лебедевой, 10. Вход со двора. Наш телефон – 511-25-25. Центр красоты МАДО. Открой свое окно в мир красоты и совершенства. Покупки делать приятно. Особенно приятно покупать нижнее белье. И тебе польза, и мне. Главное, чтобы покупка удалась и была правильной. Для этого нужно знать, где покупать. О, я знаю. В магазине «Миловица». Зима близится к завершению. Предстоящие праздники – предвестники весны и перемен к лучшему. Любовь витает в воздухе. А что может быть лучшим подарком к празднику, чем хорошее белье? Однако, чтобы покупка принесла только удовольствие и радость, нужно правильно подойти к выбору и магазина, и продукта. Начнем с последнего. Мы уже рассказывали о том, как выбрать бюстгальтер. Но успели сказать не все. Напомним, что существует мягкая чашка и жесткая, дублированная чашка, которая состоит из нескольких слоев ткани, и полудублированная. А также есть формованная, подоблегающая одежду. Внутри такой конструкции швов нет. Так что, если грудь очень чувствительная, дискомфорта не будет. Сколько женщин на свете, столько и типа в груди. Два главных отличия – грудь широкое основание и узкое. Грудь – узкое у основания. Для таких женщин, как правило, подходят бюстгальтеры на каркасах. Для женщин, грудь у которых широкое основание, подходят бюстгальтеры бескаркасные. То есть, те бюстгальтеры, у которых нет каркаса или так называемой косточки, как принято называть в народе. Если женщина с грудью широкой у основания наденет бюстгальтер с каркасом, он сядет неправильно. То есть, грудь будет помещаться в чашку не полностью. А так быть не должно. Впивающиеся в кожу каркасы или лямки могут пережать важные кровеносные сосуды. Отсюда начнутся проблемы со здоровьем. По той же причине, если размер груди большой, бретельки обязательно должны быть широкими. Иначе они будут впиваться в тело и нарушать кровоснабжение. Кстати, если у вас часто без видимой причины кружится голова, стоит задуматься, а правильно ли у вас подобран бюстгальтер. При правильной посадке стан должен быть чуть ниже лопаток. Он не должен выгиваться дугой, впиваться в тело, проходить по лопаткам. Чтобы лучше понять, подходит ли вам бюстгальтер, при примерке используйте среднюю застежку. Так вы дадите себе запас места в случае, если белье сядет после стирки или наоборот растянется. Напомним, в «Меловице» белье делится на классическую коллекцию и цветные модели фэшн, а также линию хлопок и линию корректирующего белья. Кроме того, теперь «Меловица» сотрудничает с французской фирмой бесшовного нижнего белья. У этих моделей интересная очень посадка. Много моделей с двойным тройным пуш-апом. Соответственно, она, как правило, гладкая фактура, можно носить под облегающую одежду. Очень важен материал, из которого сшиты трусики или бюстгальтер. «Меловица» отшивает свои модели из хлопка, полиамида и эластана. Также могут быть сочетания волокон микрофибра и шелка. Очень большое внимание уделяется гипоаллергенности материалов. Состав изделия можно увидеть на ярлычке. Отдельная тема – белье для кормящих женщин. Главное требование к таким моделям – натуральные материалы, гипоаллергенность и практичность. Технологи разрабатывают бюстгальтеры с отстегивающимися деталями, чтобы в любой момент у ребенка мог быть доступ к маминому молоку. Как правильно подобрать белье для кормящих женщин? Приходят часто клиенты и хотят белье в черном цвете для кормления грудью. «Меловица» такого белья не отшивается. Не отшивается по определенным причинам, так как черный цвет – это агрессивный краситель. В период кормления грудью мы знаем, что малыш перекладывается к груди. Грудь должна быть в гигиеничном состоянии. Поэтому черный краситель специалисты не рекомендуют. Также бюстгальтер для кормления грудью должен быть бескаркасный. Хотя многие фирмы отшивают каркасные модели, но это также неудобная, неправильная носка. Разумеется, любой бюстгальтер нужно подбирать строго по размеру. Объем – это обхват под грудью, размер чашечки – обхват груди по самой высокой точке. Если вы не знаете, как определить свой размер, консультанты вам помогут. Милые дамы, с 7 по 16 марта при покупке комплекта из новой модной коллекции «Миловица» или «Ализе» косметический набор «Нанодерм» в подарок. «Миловица» – каждая женщина почувствует себя желанной. Терять что-то всегда неприятно, но если вас начинает подводить слух, медлить нельзя. Мы узнали все о слуховых аппаратах в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Шелест листвы, пение птиц, симфония Моцарта, смех ребенка. Страшно потерять мир звуков, однако эта угроза реальна. Вопреки распространенному мнению, слух подводит не только пожилых людей. Из-за громкой музыки ухудшается слух у подростков, из-за серьезных нагрузок лишаются возможности хорошо слышать спортсмены. Постоянные атиты, регулярно попадающие в уши вода, родовые травмы – все это может стать причиной потери слуха. К счастью, на помощь сегодня приходят слуховые аппараты. Чем быстрее мы увидим, что у человека идет потеря слуха, тем быстрее этот человек начнет слышать. Сейчас мы будем проверять слух у нашей пациентки с помощью специального прибора – аудиометра. Наушники будут подаваться, специальные сигналы, определенные интенсивности, определенные частоты. Каждый раз, когда пациент слышит звук, он нажимает один раз кнопку. То есть таким образом получаем аудиограмму, кривую, на которой отражаются пороги слуха нашего пациента. Аудиограмма помогает определить степень снижения слуха. Коварство глухоты в том, что она подступает незаметно. Человек может терять возможность слышать в течение семи лет и ничего при этом не замечать. Есть четыре степени снижения слуха. Первая – самая легкая. Вы перестаете слышать шелест листвы и делаете телевизор чуть громче. Жить это не мешает. При второй степени тугоухости сложно различить тихую речь, особенно в транспорте или в шумном месте. Третья степень – неспособность слышать большинство звуков. Четвертая – это практически глухота. Получили такую картину, что есть снижение слуха на правое ухо примерно третьей степени. То есть чаще всего это происходит из-за того, что молодые люди злоупотребляют слушанием музыки в транспорте, в шумных помещениях. И вследствие этого наблюдается снижение слуха достаточно быстро и достаточно в большой степени. Слух у девушки будет ухудшаться и дальше. Предотвратить этот процесс поможет слуховой аппарат. Некоторые боятся носить слуховые аппараты, стесняются носить слуховые аппараты, не знают, что это такое. Поверьте, ничего в этом страшного нет. Слуховые аппараты бывают заушные, внутриушные, карманные слуховые аппараты. Здесь они подбираются, опять же, тоже по потере слуха. И этот слуховой аппарат располагается в слуховом проходе, и он совершенно не виден окружающим людям. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой в молодости, нужно не только прекратить слушать громкую музыку, но и защищать свои уши от воды во время купания. В этом вам помогут гидроплаги, которые изготавливаются по индивидуальным слепкам уха. Современное развитие электронных технологий и обработки звука позволяет корректировать слух практически при любой степени тугоухости. Для более четкого, чистого звука используются индивидуальные вкладыши. Они бывают разных форм и модификаций. Для изготовления его берут мерку уха, готовят слепок ушной раковины. Здесь мы делаем слепки и отправляем уже на наш завод, который находится в городе Фрязино, где уже по слепкам изготавливают индивидуальные вкладыши. Берем синюю и белую массу, вводим в этот шприц и шприцом вводим в наружный слуховой проход. Эта масса застывает в течение 1-2 минуты, потом мы вынимаем этот готовый индивидуальный слепок с ее уха. Это маленькая София. Девочка раньше не могла слышать вообще. После операции на дно уха и при помощи слухового аппарата она может слышать и начинает разговаривать. Прием был неделю назад. Сейчас мы делаем повторный прием для того, чтобы откорректировать громкость слухового аппарата. Было сделано обследование неделю назад на аудиометре. Согласно этой аудиограмме делается настройка слухового аппарата. Теперь София уже начинает у нас немножко разговаривать. Как бы есть продвижение. Надеюсь, что дальше будет еще лучше и лучше. Нужно просто заниматься, наблюдаться. Что такое слуховой аппарат? Это своего рода мини-компьютер. Он автоматически обрабатывает сигнал. Делает его громче или тише, в зависимости от настроек. Умная машина анализирует окружающий мир и подключает ту программу, которая необходима человеку в определенный момент. Слуховые аппараты бывают цифровыми и аналоговыми. Специалисты рекомендуют первый вариант. Если в аналоговом аппарате, то там идет усиление всех частот. Как громкость на телевизоре увеличивается, так и аналоговый аппарат. А цифровой аппарат, он уже четко подстраивает именно ту частоту, которая именно нужна данному пациенту. Незаметные слуховые аппараты подходят, к сожалению, не всем. В тяжелых случаях можно использовать только мощные заушные аппараты. А для людей почти глухих, которым уже не поможет слуховой аппарат, есть специальные сигнальные системы. Универсальная система световая, она сообщает им о важных сигналах в доме. Приемников бывает как бы несколько. Ручной приемник, приемник с дисплеем кристаллическим и выносной световой. Датчики реагируют на дверной и дымофонный звонок, плач ребенка и на многое другое. Такая система поможет в быту глухим людям или тем, кто носит слуховые аппараты, но отдыхает от них дома. Центр хорошего слуха «Радуга звуков». Слуховые аппараты любой степени сложности. В центре занимаются региональными и федеральными льготниками, выдают бесплатные слуховые аппараты, а также производят гарантийный ремонт и обслуживание. Центр находится по адресу. В Ногинске, улица Декабристов, дом 1, вход со двора. В электростале, улица Тевосяна, дом 27, кабинет 105. Телефоны для справок на вашем экране. Раскрась мир «Радугой звуков». Год у нас спортивный, поэтому мы вместе со всей страной предлагаем вам начать регулярные занятия. А поможет тренировкам специальное питание? Следующий сюжет о магазине спортивного питания «Олимп». Здоровая нервная система обеспечивает нам четкую и сложенную работу всех систем организма. Мышцы работают легко и непринужденно. Обмен веществ протекает естественным образом. Крепкий сон позволяет восстановиться и подготовить себя к новым нагрузкам. Бытует такое выражение, что все болезни от нервов. Действительно, при ослаблении нервной системы появляется риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем. Чтобы избежать этого, нужно внимательно относиться к своему рациону питания. Если у вас депрессивное настроение и вы часто испытываете стресс, то стоит снизить нагрузку на органы пищеварения, то есть питаться регулярно и небольшими порциями, принимать пищу в комфортной обстановке, получать удовольствие от еды и пить больше жидкости. При различных недомоганиях со стороны нервной системы медики советуют ограничить в рационе употребление белков и жиров, отдать предпочтение продуктам с повышенным содержанием витаминов и жидкости. Также стоит ограничить прием острых и соленых блюд. Положительно на здоровье нервной системы скажется употребление таких продуктов, как бананы и свежие помидоры. Они укрепляют нервную систему, препятствуют возникновению депрессии. Скумбрия, треска и лосось содержат полезные жиры, тонизируют печень, которая способствует защите нервных волокон от токсических веществ. Питание для нервов можно приобрести и в магазинах Олимп. Лецитин – основное питательное вещество для нашей нервной системы. По статистике из него приблизительно на 15% состоит наша периферия нервов, и на 30% состоит наш мозг. Наш штаб – высшая нервная деятельность. Он нужен нам, чтобы преодолеть депрессию, чтобы избавиться от раздражительности при его недостатке в организме и, возможно, даже психическое истощение. Благодаря лецитину у нас образуются миелиновые оболочки нервных тканей. Своего рода их изоляция. Это будет очень важно для человека с расшатанными нервами, которые, безусловно, нужно восстанавливать. В состав лецитина входит холин. В присутствии витамина В5 они образуют вещество под названием ацетилхолин. Ацетилхолин – это мощный нейромедиатор. Он требуется нам для передачи нервного сигнала от одной нервной клетки к другой. Таким образом, образуя работу мозга, связывая работу нервной системы со всеми другими системами организма – сердечно-сосудистой, пищеварительной, скелетной мускулатурой. Для спортсмена это будет полезно как раз-таки нервной мышечной связью. То есть, это связь нашего мозга со скелетной мускулатурой. Ацетилхолин также задействуется нашим организмом функциях памяти. Ацетилхолин требуется нам для процессов пробуждения после сна, для процессов расслабления организма после нагрузок физического и психологического характера. Ацетилхолин – это ацетилхолин. Один известный американский врач-кардиолог Роберт Атфинс сказал, представьте себе, что врачи, медики нашли средство, которое сможет выступить в роли профилактики или притормозить такое тяжелое заболевание, как болезнь Альцгеймера. Тут можно не устраивать догадок, потому что такое вещество уже есть. Это ацетилированная форма карнитина или ацетилокарнитин. Некоторые авторитетные медики называют его суперкарнитином. Он обладает большей активностью в организме, он лучше всасывается. Ацетилокарнитин хорошо влияет на умственную энергию, способен повлиять на торможение, старение клеток мозга и в какой-то степени поднимает настроение. Упомяну также минералы и витамины, которые нужны нам для сбалансированной работы нервной системы. Это, конечно же, кальций. Он также нейромедиатор, выстраивает правильно чаши весов работы нервной системы. Благодаря нему происходит взаимосвязь между отделами головного мозга. Витамины группы В. Тиамин, витамин В1 проявляет ярко выраженный успокаивающий эффект. Рибофлавин, витамин В2, нужен для синтеза гормонов щитовидной железы. Это хорошая работа памяти и энергия для мозга. Ниоцин, витамин В3 снимает утомление. Цианокабаламин или же формаметилкабаламин, витамин В12. Это наша броня от стресса. Дайте своему мозгу хорошую подпитку, и он поможет решить вам ваши повседневные задачи. В городе Ногинский, торговый центр «Олимп», улица Рогожская, 67. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Надеюсь, наши советы вам помогут. Напоминаем, что спонсор выпуска – Богородская медицинская компания. Одежда ведущему предоставлена магазином «Форс». До новых встреч. Будьте здоровы. Ребенок – это чудо, которого с нетерпением ждут будущие мамы и папы. А появиться на свет этому чуду помогает в клинике семейной медицины Богородской медицинской компании. Акцент делается на семью. В принципе, у нас оказываются услуги всем от ребенка до бабушек, дедушек. Естественно, женское здоровье. Но больше, конечно, пациентов у нас – это детишки. Наша цель – вырастить гармоничного, здорового ребенка. Специалисты клиники семейной медицины дают нам надежду. Эти люди заботятся о нашем будущем. В прямом смысле слова. Редактор субтитров А.Семкин